Вы на канале Творческий Процесс. В сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами важной информацией и рассказать о моей основной ошибке, которую я допустила, перетягивая свой кухонный диван. Те, кто подписан на мой телеграм-канал, знают. А телеграм-канал называется так же, как и этот канал. Он называется Творческий Процесс. Подписывайтесь. Три месяца назад я совершила вертикальный отрицательный взлет со стремянки и сломала ногу, ремонтируя эту кухню. Небольшая экскурсия по кухне будет в конце видео, я думаю. Расскажу вам подробнее. Я еще не закончила ремонт, это было в самом конце. Ну, уже как месяц я хожу в бакстейн, восстанавливаюсь, все хорошо. Но восстанавливаясь, я, значит, занималась живописью и, в частности, вот решила перетянуть, наконец, диван. Я его уже перетягивала. Перетягивала я его лет 7-8 назад. И это была эко-кожа. Но она оказалась не очень доблаговечной и не очень прочной. Тогда я еще не знала очень важной информации, о которой я вам расскажу сегодня. Дело в том, что этот диван я уже перетягивала лет 7-8 назад. Изначально мы его купили в светло-бежевом цвете. И здесь внизу был темно-темно-оранжевый цвет, такой красно-коричневый. Туда кожа очень быстро испортилась. К следующей версии уже дивана, я его тоже тогда перетягивала сама, переделывала, приложила руку наш кот Хосе, у которого было свое дизайнерское видение этого дивана. И он быстро превратился в труху просто. Вот это все покрытие превратилось абсолютно в негодное, разваливающееся на молекулы состояние. Диван уже давно нужно было, конечно, менять. И вот я, наконец, руки мои дошли до этого. И я услышала, что есть ткань плотная, которая выдерживает когти, выдерживает любую нагрузку. Узнала с удивлением, что есть, оказывается, такой тест Монтердейла, в котором есть единицы измерения. Любую ткань для покрытия каких-то поверхностей, мебели, одежды. Можно измерить ее износостойкость тестом Монтердейла. Когда я искала, какой же более прочной тканью покрыть снова этот диван, то мне посоветовали велюр. Когда я первый раз покупала эко-кожу для своего дивана, то я не знала, что, оказывается, ткани делятся по уровню своей износостойкости. Поэтому, когда вы будете покупать ткань, или даже вы будете покупать уже готовый диван, то нужно поинтересоваться, а сколько циклов Монтердейла выдерживает эта или иная ткань. Монтердейл – это единица измерения сопротивления ткани к истиранию. И он показывает, насколько долговечна и прочна будет эта ткань. Циклы бывают разные. От 6 до 10 тысяч циклов используются только для декоративных аксессуаров и не рекомендуется для общего пользования. От 10 до 15 тысяч циклов подходят для мебели, предназначенной для непродолжительного использования. От 15 до 25 тысяч циклов рекомендуется для повседневного использования, но не подходит для подвижной мебели. Например, диваны, книжки, кресла и раскладывающиеся модели. 25-30 тысяч циклов подходит уже для мебели в доме, который будет использоваться каждый день. А вот 30 тысяч плюс – это уже очень прочная ткань. И вот этот велюр я купила, на нем было написано, что это 100 тысяч циклов. И я решила, что прочнее уже ничего нет. Тем более, что он мне говорит, что он отлично моется. Его можно мыть и порошком, и ферри. Я уже пробовала. Действительно, он очень хорошо отмывается, очищается этот велюр. Но когда я первый раз обивала свой диван, то я, конечно, совершенно не интересовалась никакими, просто и понятия не имела, что бывают такие тесты на износостойкость. И купила просто первый попавшийся, который мне подошел по цвету ткань. Это была эко-кожа бежевого-золотистого цвета. Потому что самая первая родная обивка, она была светлый беж. Поскольку я покрасила кухню в цвет, который называется ривьера, то в этот раз ткань я подобрала по цвету, называется этот цвет персик. Но что я хочу сказать, что, во-первых, конечно, это очень прочный велюр. Его трудно разорвать, трудно как-то его испортить. Никакие зацепки молниями и когти котов, конечно, тоже его не повредят. Но если эко-кожа, ну вот на ней соринки, например, какие-то, да, они сами скатываются, и вообще ничего не остается. И даже, ну, если пролить что-то, то просто смахнул тряпкой и все. То это же надо мыть, это надо тереть уже. Если вот я испачкала, пока я тут занималась этим, то надо уже взять тряпку, вот где-то я испачкала очень сильно, я взяла просто порошок, пемолюкс, которым кастрюли моют. И я мыла, действительно отмылась. Но это же надо мыть, каждый раз прикладывать усилия. Тем не менее, конечно, выглядит прекрасно, и действительно моется хорошо, и действительно очень износостойкая она, но уход все равно за ней гораздо больше, за этой тканью, чем за эко-кожей. И самое, что обидное, что я обнаружила, что и эко-кожа бывает с высоким уровнем износостойкости. И даже я нашла эко-кожу, которая выдерживает 100 тысяч циклов по тесту Монтердейла. Вот такую вот я совершила ошибку. Ну, теперь что делать? Уже я привыкла к этому дивану, он, конечно, очень уютный, теплый, приятный на ощупь. Будем жить с этим диваном. Не знаю, потяну я еще один раз обивать кухонный диван, или это уже будет мне не по силам. И вот я еще хочу рассказать, что я не смогла пройти мимо вот такой ткани, такого гобелена, влюбилась в эти артишоки, и распотрошив свои старые подушки, которые были в квартире, я набила новые подушки, сделала их так серьезно. У меня здесь молния. Молнию можно открыть. Вот это наволочка. И в нее я запихнула то, что я взяла из других подушек. То есть одна подушка у меня синтепоновая, и две у меня пух с пером. Здесь эта ткань я использовала, которая у меня была. Купила вот такие вот ленточки, и тоже здесь нашел, пристрочила. И из остатков вот этой ткани тоже сделала маленькие подушки под голову. Так, три у меня подушки получились с артишоками. Вот такие замечательные. И две вот такие маленькие под голову. А низ этого диванчика я в прошлый раз не отбивала. А я в этот раз купила зелененькую, салатовая. Салатовая кожа. Вот цвет своей кухни. Почему она вот такая салатовая здесь кухня? Дело в том, что мы когда-то заказывали, но это было 20 лет назад, эту кухню. И фасады, они итальянские. Такая итальянская краска. Можно было выбрать любую. Но я почему-то выбрала такую вот серо-зеленую. А эти боковины, они как бы нашего производства. И когда уже все мы выбрали, заказали, то нам сказали, какой вы хотите, значит, боковины, белые или серые. Вот, я выбрала серые. Но они меня печалили долгое время. И я решила, что... Ну, сначала, несколько лет назад, я нарисовала вот эти картинки. Я, правда, собиралась их сделать гораздо меньшего размера. Эти картинки. Вот, начала я вот с этой картинки. У меня есть даже видео на канале, где я рассказываю, как я их показываю, как я их рисую. Я хотела, чтобы они были маленькие, аккуратненькие, как картиночки. Но тут называется «Остапа понесло», и так появились вот эти большие картинки. Я их рисовала акриловыми красками. Самые дешевые акриловые краски. И даже вот этот желтый, это был пигмент, который долго не сох. И потом, когда уже, наконец, все засохло, то я покрыла все, ну, акриловым же лаком. Эти я уже тут нанесла последние, вот, когда я красила кухню, тем же самым салатовым цветом. Ну, это краска тоже акриловая для мебели. Сначала наносится грунт, вот, а потом уже краска. Ну, грунт белый просто. Грунтовка здесь у меня стоит. Я еще не все закончила делать, и поэтому тут у меня еще вот такой грудь адгезионный. Вот сначала им покрывается. Ну, вот, у меня есть еще чем заняться, поэтому тут еще скотч. Ну, вот это мой витраж, который я много лет назад делала. И вот сверху вот этой краски ривьеры я покрыла еще такой блестящий, блестящий, вот такой. Сейчас попробую, чтобы получилось на видео. Вот такая вот немножко венецианскую штукатурку я сделала. Но я хочу, чтобы она была не везде, а так местами. Где-то местами была, местами нет. Наносила я блеск этот. Вот у меня сохранился инструмент. Вот при помощи просто... При помощи целлофанового пакета. То есть нужно создать много неровностей и окунать немножко в краску и вот так, чика-чика-чика, проштамповать, да? Вот, вот. Вот поэтому вот такой салатовый. Потому что сами фасады, они серо-зеленые, поэтому... А вот бортик наверху, он... Я просто в этот салатовый добавила темно-зеленой краски, акриловой обычной. Ну и потом покрыла тоже акриловым лаком. Вот такая вот у меня кухня получилась. Ну и потолок, конечно, пришлось покрасить. Вот. И когда я уже снимала остатки малярного скотча, вот там наверху, там висел телевизор, то стремянка покачнулась, и я слетела вместе со стремянкой и телевизором. Я упала. Теперь на месте телевизора висит эта картина. Ну, я правда хочу ее поменять на другую. Побольше надо что-то нарисовать сюда, пока повесила эту. Вот, что я хотела поведать вам о тесте Монтердейла и о своем диване, который, конечно, мы к нему уже все тут привыкли, уже гости у нас были, оценили мой диван по своей уютности, теплости. Ну, конечно, если бы я сейчас, спустя две недели, выбирала ткань, то я бы выбрала, конечно, эко-кожу. Вот. А из остатков вот этой вот, вот этой кожи я еще обила. У меня хватило остатков на 4 табуретки. И вот я на стуле сделала вот такие сидушки. Вот. А стулья, стулья я тоже покрасила краской ривьера. Уголок, который мне муж сделал в свое время, вот он тоже, я его обтянула, этой вот зеленой, это эко-кожей. У нее 50 тысяч циклов по тесту Монтердейла. Как я перетягивала этот диван? Значит, вот это вот все, вот этот верх, это просто на клеевой пистолет. Я и в прошлый раз точно так же это делала, просто на клеевой пистолет. Ну, эти тоже я стянула сначала ниткой, и потом пришпандорила на клеевой пистолет. Вот. Это все, это все делается на, ну, здесь у нас запасики, вот, а тут, значит, это все делается на мебельный степлер. Все это пришпандоривается на мебельный степлер. Это мне открутил муж, нет, открутила я сама, а муж Алексей мне это обратно уже при помощи шуруповерта прикрутил на место. Не забудьте поставить лайк. Я думаю, что многим это пригодится. Кто-то, может быть, захочет перетянуть хотя бы какую-то табуреточку или стульчик. Может быть, из остатков какой-то кожи, которая у вас есть дома, или кожзама, что-то такое может найти. И используя нехитрые средства, такие как мебельный степлер или клеевой пистолет, это можно сделать легко. Клеевой пистолет стоит недорого, к нему дороже стержни покупать, клеевые. Вот, так что, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал, где я стараюсь выкладывать больше видео и фотографии. И всем творческих успехов! И до новых встреч на моем канале Творческий процесс!